К другим темам. В Волгоград прибыл новый правящий архиерей, митрополит Волгоградский Камышинский Фёдор. В Международном аэропорту Волгограда главу митрополии встретили епископы Рюпинский Наванинский Елисей, епископ Калачевский Паласовский Иоанн и духовенство епархии. Решение о назначении епископа Фёдора Казанова главой Волгоградской митрополии было принято в ходе заседания Священного Синода Русской Церкви 28 декабря 2018 года. В течение трёх последних лет он управлял Переславской и Ублической епархией. В первую очередь, мы хотели познакомиться ближе не только с историей этого города, но и с теми достопримечательностями, какие-то проблемы, которые есть всегда и везде, выстроить отношения к духовенству, знакомиться с простым людям, наслышал, что здесь люди очень добрые, наслышленные, светлые. Надеюсь, что наша совместная работа принесёт нам совместное удовольствие и радость, потому что мы будем трудиться не для себя, а для Господа, для развития и укрепления нашей русской преславной материации. На Мамаевом Кургане митрополит Фёдор отслужил литью по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме погибших защитников Сталинграда и мирных жителей, на службе помянули жертв трагедии в Магнитопорске. После литии митрополит Фёдор в сопровождении духовенства и сотрудников мемориального комплекса возложил цветы к вечному огню в зале воинской славы. После этого в Казанском кафедральном соборе был совершён торжественный благодарственный молебен о прибытии в город митрополита Волгоградского и Камышинского Фёдора. В своей проповеди новый глава Волгоградской митрополии отметил некоторую разницу между пределами земли Переславской, откуда он прибыл, и землёй священного города Волгограда. Напомнил о духовной связи с великим князем Александром Невским, который родился в Переславле. Заложил вектор внешнеполитических и внутригосударственных отношений, в котором продолжается развиваться Россия. А также поздравил всех с праздником родившегося Богомладенца Христа. Он доверяет себя нам. Насколько мы доверяем Ему, то есть уже отказывается нас. Это зависит от того, как Он постарается в свою жизнь сделать себя немножечко лучше. Научится общаться с Христом, научится молиться. И тогда не только сердце, весь мир, станет немножко другое, станет немножко святее, немножко лучше. Пускай мы не можем превратить землю в рай, но мы можем помешать превратиться ей в ад. И это зависит от нас, насколько мы сможем воспринять Христа в своём сердце, в свою жизнь. С праздником, дорогие друзья! С праздником! Спасибо.